Олимпия началась. Пресс-конференция и встреча атлетов. Когда смотреть турнир, а главное, где? Брэндон Керри чуть не выбыл из списка участников. У него проблемы со здоровьем. Ник Уокер. Он пропускает турнир, но что с ним сейчас? Денис Цыпленков завершил подготовку и готов к поединку против Лората, а Ливан Сагинашвили дал свой прогноз на этот армфайт. Сами знаете, плотные на события дни. Я стараюсь держать вас в курсе. Как говорят, нормально делай, нормально будет. Я стараюсь делать нормально. Если это так, то поддерживайте видео своими лайками и комментариями. Они бесплатные, так что ваша активность очень помогает. Итак, первый день Олимпии. Мы обсуждаем атлетов на сцене и за ее пределами. И, да простит меня зритель, в этом году я не обсуждаю пресс-конференцию, потому что, как по мне, ничего особенного сказано не было. Пресс-конференция проходила в стандартном формате. Прошлогодний эксперимент не повторялся. И, ну что, лидеры сказали, что да, они уверены в себе. Они выставят отличную форму, тщательно готовились и уверены в своей победе. Собственно, вы сами это знаете. И, так или иначе, главное слово атлеты скажут на сцене. Так что не будем лить воду по этому поводу. Снимки с регистрации и встречи атлетов уже в сети. Все атлеты из разных категорий успели пообщаться. И Роман Ющенко, который дебютирует в этом году на Олимпии в категории до 96 килограммов, он обещает выставить свою самую массивную форму. И как раз-таки на регистрацию он встретил атлета из другого дивизиона. Эстета Теренса Рафина. Успел пообщаться с ним, и вот его впечатление. Я взвесился. Почти 90 килограмм мой вес составляет, если быть точным, 89 с половиной. Регистрацию мы проходили в 212 категорию вместо с атлетами Classic Physique. Ну, я вам могу сказать, что то, что мы видим в Инстаграм, и реальная картина, очень отличается, как эти люди выглядят и внешне, и как они себя ведут. К примеру, на регистрации, уже когда нас завели в зал для взвешивания, я стоял рядом с Теренсом Рафином, и он стоял в футболке. Я вам могу сказать, что он очень миниатюрный. Очень миниатюрный. Он не высокого роста и очень маленький по объемам. И наши классики, многие, которые выступают в любителях, реально, вот без преувеличений, больше, чем он, крупнее. Но бодибилдинг, и тем более Classic Physique, это не о размерах, это не о килограммах. И выглядит он, конечно, потрясающе, несмотря на то, что он такой небольшой, но на самом деле очень приветливый парень. Улыбчивый, доброжелательный. Ну, вот от него очень приятная энергетика исходит. Мне он очень понравился. Также среди участников дивизиона Олег Кривый. Очень опытный атлет, один из лучших в мире. Безусловно, в прошлом году на Олимпии он занял пятое место. И на этой Олимпии однозначно будет одним из главных претендентов на топ-3. И также Андрей Мельников, который дебютирует на Олимпии в этом году. О мужском бодибилдинге. Из открытой категории, которая и так дала брешь после травмы Ника Уокера, вчера чуть не выбыл еще один звездный атлет. Появились новости о том, что у Брэндона Керри серьезные проблемы со здоровьем. У него пищевое отравление. Да такое, что пришлось обратиться за помощью к медикам. Пошли разговоры о том, что Брэндон не выступит. Но вскоре эта информация была опровергнута. Медики дали добро на выступление. И теперь самый важный момент. Как Брэндон пройдет через этап загрузки перед сценой. Очень ответственный этап. Как его организм отреагирует. И как в итоге он будет выглядеть на сцене. Потому что ранее я вам говорил, он к этой Олимпии подготовил действительно топовую форму. Но вот как на ней скажется этот инцидент со здоровьем. И скажется ли, мы увидим уже на сравнении. Но главный-то вопрос. Когда мы эти сами сравнения увидим? Когда Олимпию смотреть и где? Смотрите сами. Перед вами сайт Олимпии. Официальная трансляция платная. Ссылку, по которой можно ее приобрести, я оставлю в описании под видео. Цена вопроса 74 доллара 99 центов. Хорошо, что не 75. Теперь можно брать. Рестрим трансляции с русскоязычными комментариями уже который год подряд. Доступен в группе Мистер Олимпия в социальной сети ВКонтакте. Бесплатный доступ, русскоязычные комментарии. И опять же опция поддержать админов, которые как раз таки оплатили трансляцию за полную стоимость. Ну вот проявляют инициативу для того, чтобы этой трансляцией делиться и ее комментировать. Ссылку также оставлю ниже. Собственно расписание турнира перед вами. Вы можете поставить видео на паузу и посмотреть, когда будут выступать определенные интересные вам дивизионы и стоит ли заводить будильник пораньше. Подчеркну, я никого ни к чему не призываю. Когда, где и как смотреть Олимпию и смотреть ли решать только вам. В любом случае я постараюсь вкратце обозревать соревновательные дни, держать вас в курсе. Делать это подробно, как в прошлые годы, я увы не смогу. Зато могу порекомендовать всем, кто тренируется, кто следит за своим здоровьем и хоть когда-то думал или косился в сторону препаратов. Канал Александра Кузнецова. Канал о мужском здоровье. Александр публикует видео на темы спортивной эндокринологии, фармакологии. Он также консультирует атлетов по поводу применения различных препаратов и средств. И взять хотя бы его новый обзорный выпуск. Сразу несколько тем о гинекомости, различных препаратах, о ГЗТ, о вечном курсе, об анализах и прочем. Ссылку на этот выпуск я оставлю в описании. Так что смотрите материал, анализируйте, комментируйте, подписывайтесь на канал. И опять же, всегда лучше сначала разобраться в теме и уже после какие-то манипуляции со своим организмом совершать, чем наоборот. Это факт. И вновь о дивизионе Classic Physique. В этом году я особенно много говорю об этой категории, потому что уровень атлетов располагает. Если по существу Бамстед в отличной форме, регистрацию прошел, спокоен, расслаблен, готов. Рамон Дино. Перед вами редкий снимок его формы до выступления. На этой подготовке он их практически не публиковал. Больше того, в сети есть информация, что якобы этот снимок на данном этапе до турнира в принципе в сети не должен был оказаться. Что кто-то его слил, что сам Рамон этим якобы был недоволен. Так это или нет, я не знаю. Так или иначе, Рамон в отличной форме и, ну, сами скажите, сможет он, судя по этому снимку, составить конкуренцию к рейсу или нет. Ну и также, как я ранее в прошлых выпусках говорил, в этом году у вас есть несколько больший доступ к закулисью дивизиона Classic Physique за счет того, что Андрей Кожакарь дебютирует на Олимпии в этом дивизионе. И он взялся не только сделать отличную форму, да, что естественно, но еще и максимально освещать свою подготовку и свое выступление в Орландо. По этим кадрам, по его лицу и мышцам видно, что качество формы должно быть на уровне. Но при этом Андрей еще и производит огромное количество контента для своих профилей в соцсетях и, конечно, для своего YouTube-канала. Так что давайте посмотрим сразу же несколько моментов из его предсоревновательных дней. Ну что, я в Орландо, нахожусь в Корт-Антали, Кисми-джим, где тренируются сейчас все олимпийцы. Полный зал народу. Все что-то снимают, готовятся, подводят форму. В общем, легендарное место. Очень много топовых спортсменов уже встретил. И все, в принципе, уже день икс совсем близко. Андрей доводит форму. Он уже на финальном этапе, по сути, через считанные часы ему уже выходить на сцену в рамках предварительного судейства. Но прежде давайте еще немного о регистрации атлетов и, кстати, о Крисе Бамстаде. Около 40 участников нашей категории. Ну, судя по объемам, даже в кофте видно, что у меня еще есть к чему стремиться. Ну и кондиции тоже у всех. Это видно по лицу, по голени. Вот я даже удивляюсь, как они все с легкостью регистрируются, то есть взвешиваются в одежде. Даже Крис Бамстаде в балахонах пришел и с легкостью завешивался. Там не было такого, что, как в прошлом году говорили, что там отдельно где-то завешивается. Тогда ничего подобного нет. Поэтому все своими глазами видел. Все, в принципе, очень доступно и открыто. Все можно увидеть. Что здесь очень все доброжелательные, что здесь все спортсмены относятся с уважением. Даже вот опять пример привести. Стоял в очереди с Урсом Кличинский. Это топ-3 Олимпий. Невероятно сейчас популярный атлет. И как бы мы с ним пару слов перекинулись. Я вижу его настроение, что он там открыто улыбается. Там все смеются, все радуются, все жизнерадостные. Крис Бамстаде тоже как бы нет такого, что все там какие-то углюмые, настроенные и так далее. Нет, все так очень в семейной, спокойной обстановке. Это очень, на самом деле, заряжает, радует. Понятное дело, почему в этом году Крис Бамстад и другие атлеты могут себе позволить в ходе регистрации становиться на весы в одежде и не демонстрировать форму. Потому что в этом году ProLiga подняла планку разрешенного веса относительно роста. Так что у Криса и, смею полагать, других атлетов не было никаких проблем, чтобы уложиться в лимит по весу. Ну и кроме того, атлеты Classic Physique в этом году на сцене будут еще более массивными. Плюс это или минус решать вам? Напишите в комментариях. Опять же, Андрей делает максимум в плане того, чтобы дебютировать в наилучшей возможной форме. Андрей также публикует много медиа. Как раз-таки накануне на его канале вышел выпуск «Дорога к Олимпии». Как это было, ссылку на этот выпуск я оставлю в описании. Андрей делится с нами контентом, соответственно, я делюсь с вами его контентом круговорот. Так что подписывайтесь на его канал и профили. И спасибо Андрею за то, что делятся этими кадрами. Мы можем увидеть больше из-за кулисия Classic Physique. Как я уже говорил, Ник Уокер в этом году на Олимпии не выступит. За буквально три дня до турнира он получил травму, разрыв мышц задней поверхности бедра и пропускает турнир, к которому готовился весь год. Можно только представить, какие у него ощущения и эмоции. Да, конечно, для него это тяжелое потрясение, но Ник говорит, вы меня знаете, я вернусь еще сильнее. Стандартная фраза, но в случае с Ником почему-то верится, что он действительно будет очень замотивирован впечатлить всех своей формой в следующем году. А пока он часто перемещается на специальной коляске, а в магазине на вот таком вот специальном транспорте. Единственный плюс от травмы. Шутку говорит Ник. Ну и напоследок о бармрестлинге. Денис Цыпленков завершил свою подготовку к поединку против Девона Лората. Впереди перелет в Стамбул, несколько дней там, и уже в следующую субботу, 11 ноября, Денис проведет армфайт против канадского армрестлера. Ссылку, по которой можно приобрести право смотреть трансляцию, я оставлю в описании под видео. Подробнее к этой теме мы еще вернемся. Понятное дело, что в эти дни фокус нашего внимания на Олимпии, но буквально сутки назад Ливан Сагинашвили опубликовал свежее видео на своем канале. Он показал фрагменты своих тренировок, подчеркнул, что после травмы кистей и длительной реабилитации он начинает набирать форму чуть ли не с нуля. Ему это дается непросто, потребуется как минимум месяц, чтобы определенную форму набрать. Уже вскоре Ливану предстоит несколько перелетов, и в середине следующей недели он также прилетит в Стамбул, чтобы присутствовать на турнире, быть его специальным гостем, быть свидетелем главного поединка Дениса и Девана. После он вернется в Грузию и уже наконец приступит к полноценному этапу подготовки, полноценным серьезным тренировкам, и на некоторое время различные перелеты, поездки прекратит. Помимо этого Ливан еще и дал свой прогноз, прогноз на армфайт Дениса и Девана. Ливан говорит, что долгое время считал фаворитом Дениса, но буквально несколько дней назад, после того, как посмотрел видео его спаррингов, тренировок, Ливан изменил свое мнение и теперь считает более вероятной победу Лората. Понятно, отмечает он, что тренировки есть тренировки, в реальном поединке все может сложиться совершенно иначе, но Ливан увидел у Дениса определенные проблемы и слабости, из-за которых, по его мнению, Цыпленкову будет сложно одолеть Лората. Это было мнение Ливана Цагинашвили, как я и сказал, к этой теме мы еще вернемся позже. А пока вы можете просто поделиться своим мнением, что вы думаете о комментарии Ливана. Ссылку на то самое видео, которое я обсуждал на его канале, я оставлю в описании. У меня пока все, оставляйте больше комментариев, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал и следите за Олимпией и прочими событиями вместе с моим каналом. Спасибо, что смотрите.